Жаев, расскажи, как ты появился в Украине? Как ты вообще? Нет, в Украине. По-русски в Украине. Так что для меня в это самое правильное. А на Украине это уже наверное. В 1982 году родители решили переехать на Украину. Но мне было 6 лет. В то время я не понимал. Все было здорово, все было прекрасно. Приехали где-то 25 августа. Я был в шоке, потому что на Украине магазины были другие. Не как в России. У нас в России было цитро, лимонад, хлеб, все. А на Украине заходишь, там можно было одеться. Там можно было купить мопед, мотоцикл, все что хочешь. Там были вот такие магазины, жвачки были. В России не знали в 80-х годах о жвачках. Там все это было. Германские, какие хочешь. Вот это все это было. И вот когда мы туда переехали, я не осознавал этого. Я увидел дыни, грецкие орехи. Я был в шоке. Все. Погреба ломились грушами. Груша дуля. Огромные такие груши. И вот пришел момент. Меня повели в школу. Рекламная пауза. Ты скажи это в камеру. А я и сказал. Приводит меня в школу. И я понимаю, что никто по-русски не разговаривает. И там все гыкают. Я был в шоке. 6 лет. Что? Куда? Куда я попал? Родители сразу устроились на работу. Все ушли на работу. Все меня оставили. Меня завели в класс. И учительница долго что-то рассказывала. Очень долго. На каком-то другом языке. Что-то долго рассказывала. И она обратила внимание. Потом она мне рассказала. Говорит. Я вижу мальчик. Ничего не понимает. Она подходит ко мне. Ты меня не думаешь, чини. Я хлопаю глазами. Я не понимаю, что она от меня хочет. Я говорю, ты меня понимаешь или нет? Я говорю, я объясняю, что я русский. Там все это. 6 лет. Представляете себе? Вот 6 лет. Но потом что началось. Вся школа узнала, что я русский. Они мне говорили, фу, русский. Это было 80-е годы. Это был 84-85 год. Это уже тогда началось, да? И начали мне тогда вот это вот... А хохлы все... В моем классе они все были маленькие и кривоногие. Я был очень рослый и большой. По сравнению с ними. Но ты и сейчас ты маленький. И они меня ждали после школы втроем. И вот хотели они меня побить. Я одному там губу порвал. Одному ухо немножко нарвал. Третьему что-то там царапнул. Все с родителями. Они там в школу пришли. У директора плачут. Моего отца вызывает. Отец у меня русский. И он по-украински так и не научился разговаривать. Он мордвин. Как я между прочим. Он пришел в школу. Все. Его вызвали. Он что так? Они втроем. Тебя хотели побить. И ты их побил и куда? Правильно говорит. Бей хохлов. И после этого меня больше никто не трогал. Но. Что хочу сказать. Мы мальчики. Мы взрослеем. Нам нравятся девочки. Все такое. Но. У меня был один из ян. Я не умел говорить. Вернее я умел говорить г. А по-украински все г. Рыкали. Да. Не мог их рыкать. Да. И вот когда вот. Я хотел бы знакомиться с девочкой. Все. И они все говорили. Фу. Русский. Фу. Это было неприемлемо. Тогда. Это 84-85 год. Это вот тогда еще. Я хорошо помню. На. Уроках географии. Огромная карта висела. Украина была вся истыканная. Эти. Уголь. Газ. Все. И Россия. Бедная. Ничего не было. И нам всем говорили. Посмотрите. Наша Украина. Вот. А вот. Русские. Они все бедные. У них ничего нету. И. В 90-м году. Когда. Мои родители решили переехать. А. Случилось это. Потому что. До этого. Бахнул. Чернобыль. Накрыла Украину. Сильно. Там все вы сели. Там. Ну. Там. Было. Ну. Жестоко. Там. Дети. Рождались. Много сосковость. И с хвостиком. И по всякому. Было. Это. Вот. И решили. Я помню. Хорошо. Родители разговаривали. Что. Мы уже рожать не будем. Все. Ну. Дети. Надо. Переехать. Все. Это. И. Когда. Перед тем. Как переезжать. И. Мне. Все. Одноклассники. Высказывали. Фу. Предатель. Фу. Ты. В Россию. Фу. Что. Хочу. Сказать. У меня. был. Хороший. Друг. Ваня. Макевка. Вот. Он. Жил. Город. Апостолово. Он. Меня. Пригласил. Одиннадцатый. День рождения. Мне. Было. Где-то. Одиннадцать лет. Это. Мне. Сильно. Запомнился. Я. Расскажу. Он. Меня. Пригласил. В. Кафешку. Ну. Тогда. Не. Пилим. Ничего. Лимонад. Все. Шашлык. Там. Все. Это. Восторги. Мы. Были. Все. И. Как-то. Мы. Сидели. За столом. И. Ко мне. Сзади. Местные. Апостоловские. Районные. Подошли. И. Взяли. Вот. За плечо. Дернули. Я. Сказал. Оцепись. Опа. По-русски. Хлопнул. И. Меня. Потянули. Они. Начали. Зарезать. Он. Русский. Понимаете. Что. Это. Восемьдесятые. 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 Ветчепись. Я. Сказал. Ветчепись. Там. Они. бы. Ничего. бы. не это. Но. Опа. Этот. Ваня. Макивка. Встал. Это. Мой. Друг. Он. Приехал. Ко мне. На день. 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 20 лет. Этим. Было. По 13 гопники. Пришли. Это. В. 87. Год. И. Один из них. Ко мне. Подошел. горло бы сейчас это в то время представляете это сейчас в туалет это нашли бы мы тебе вот чекнули бы за это дело за то что я по-русски сказал вот это и я это мне это запомнился я в таком шоке был оттуда вышел я вот родителям говорил как мне родители успокаивали да нормально русские все но последний раз я на украину ездил в 2009 году это было последний раз я думаю что это все это было последний раз я ездил к родственникам я приехал я везде разговаривал на украинском языке везде только я пересек границу я если в совершенстве владею все я разговаривал на украинском языке тоже баклавина я зашел в один магазин и чё-то как-то мне был я ляпнул по-русски и продавщица от а вы друзей ягут тогда а то вид келя и вот от альятти это самара сама от альятти они не знают где это самара а вот и вид нас и она мне вот вот он хит вам вот-вот укусить нас там и на валют не столько конфет навалили рашер вот эти вот это кто у них там президента был то блять их не фабрика да 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 и вот они вкусный конфет реальным не столько навалили конфет денег с меня не взяли только узнали что это и один раз я вам честно признаюсь я чё-то я в поехал в николаев по-русски разговариваем в николаев поехал вот и чё-то крестный мне говорит давай вина выпьем я выпил и одеваю футболку россия все выхожу первые алкаши стоят у то брат россиянин все хоть выпьем конечно отказал все это куда не зайду братья друзья все под меня так это блин я конечно пришел мне просто как тебе нет хуя по пьяни я вышел ну ну но люди это как мы любим русские молодцы ну красиво все вот блин но приятно было это услышать жена мне заказала в то время купим нигать сковородки но не дешевые но дорогие горит хороший вид сковородки огромные вот я ходил по магазинам а в цены у нас были у нас вот вот копеечки а у них вот ну по нашим деньгам это ни о чем это стоило я зашел увидел сковородку юэсэй там все дела там посчитал по нашим деньгам она мне сказала дешевле 750 не покупать я посчитал 250 рублей на в забу это был год какой год 2009 я зову говорю мне пожалуйста подороже мне как мужчина вы с ума сошли это это самое самое дорогое под ласка мне наберите вот это вот вот это вот всего большого вы два вот этого вот этого огромного на 750 рублей набрал сковородок ходил я вообще в шоке был я перед тем как на украину я помню что-то в тольятти с дочкой вышли на улиц там там рынок перчатки забыли зашли на рынок 150 рублей купили перчатки я захожу кривой рог город перчатки нашими деньгами 7 57 50 эти же перчатки что в такой это блин ладно с теткой николаев гуляя женщин хочешь она моя крестная хочу пельменей хороших пельменей заходим гипермаркет коробки стоят открытые вот коробки пельменей немерено я же не знаю какие примене подходы их не ну шо вам треба я хочу пельмени так с мясом вот эти чудной человек я кейбу а пельмени нас в россии бывают тильки соя он-то ладно выбирай сую найдешь принесешь и я тебе поменяю представляете у них нету сои тогда я купил пельмени принес сварил мясо иди купи у нас мясо иди попробуй найти у нас мясо в 2009 у них эти поменяю сейчас сою если попадется вот так вот подведя итоги же скажи свое мнение по поводу об украине но люди хорошие до хорошие люди ну вы знаете что хочу сказать жил я там при ссср да было же ссср все люди это помнили все вот это вот те люди да но это старшее поколение старшее поколение но что хочу сказать моих одноклассников нету никого украине то все они все сгинули их нет уже давно уже все они все уже твои отвоевались уже все их нету никого нету что самое обидное знаете у меня очень много там двоюродных братьев очень много очень много что они сделали они все получили гражданство бежен беженцы беженцы и все уехали нету в америку у меня один брат только остался коля там он ногу сломал перед этим бедолага все но они все они практически инвалиды они все отдавали по 10 тысяч долларов за 6 месяцев чтобы их не призвали в 2009 году когда ездил они еще тогда отдавали вот эти деньги у одного корь там у одного это куриная слепота хочу стемнело он не видит ничего они относили деньги военкомат отдавали что мне было обидно мы их позвали с матерью приезжайте бизнес да давайте мы сюда вот здесь продвинем нихуя все в америку уехали все все там после того когда мы крым забрали 14 году все перестали со мной сейчас все досвидули сказали до свидания и что самое интересное что якобы как как будто я забрал это понимаешь вот у них получилось да ну вроде как я был в то время военный но ну вроде как объясним моя любимая была тетя тетя не на а нет она мне приглашал на украину жизнь давай она все это давай двойного гражданства сделаем она мне отдавала бизнес на украине давай кривой рок вот тебе квартиры все вот моего давай сына там поднимая все но у меня жена она мне патриот я россиянка нет она у меня она уроком уперлась нет тетка мне отдавала на вот баксы чё занимайся переводи куда чё хочешь сделать у меня жена уперлась нет не будем я хочу сказать спасибо и она мне до сих пор говорит ты помнишь вид я тебя говорит уберегла а ты оторвался с милицией уволиться в ихнюю туда устроиться я на последний раз ездил я пришел отметить мне в этом в отпускном удостоверение что я прибыл убыл 2009 год здравствуйте дверь решетка хлоп и закрыли и ушли и пипец товарищи приехали а мне надо печать поставить мне документам надо отметить идет парень ну как мужчина в белой рубашке добрый день все что зробилось так и так я я вот вид с россии там все у то вышел т.ц. школы то давай то ему очередь зашел он начальник уголовного розыска он их уговорил они через решетку подали печать дали ему в руки и он не поставил прибыл убыл и вот и вот этот человек вот помог это вот 2009 год ну гадко мерзко было вот я вот ходил я разговаривал на украинском языке все радовались я ехать туда на украину я написал рапорт мне сказали поедешь с одним условием если подпишет генерал самарской области мне подписал генерал самарской области прислали приказ сюда меня вызвали в овд я роспись поставил что они разглашал не не меня допуск был к секретной информации о неразглашении вот это вот я подписал потом вторую бумагу мне дали что если будет какой-то майдан или чё-то я я не ваш досвидули мне сказали мы за тебя не подпишемся все это подписал я тихо мирно ехал на украину и язык и иногда где-то вот вот так вот в отделе милиции я разочек показал в достоверении что я милиционер но мне было стыдно и они мне сказали фу все да русские 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 они меня это это было а знаете когда мы ехали на поезде пересекали у грани границу россия заходят пограничники документы проверили потом заходит этим ты как тоже документом кто они там пограничники таможня таможня да таможенники тоже все прошли проверили пересекли мы речку и заходят украинские вы знаете сравните это брать эти махновцы с вилами они как залетели как начали сумки у всех вертеть крутить youtube это было это было это было ограбление я был вахту я просто смотрел ко мне подбегает один говорит ухо мордастый сидит скидь и гроши визаж ну сколько денег везешь я куда столько он давай считать давай выворачивай карманы и все уворачивал не дай бог копейка лишний высадит сразу с поезда этом бедный один армянин его там заметили его ошкурили эти вышли пограничником сказали те зашли пограничники этого ошкурили он там плакал просился пересечь эту границу это что-то чем-то это махнуться это реально было ягра на украину приехал да там европа антипа европа да там шикарно я пришел к тетке в крыло уроке она год вот у меня год volkswagen passat уже набери катайся поехали меня отвезешь туда-туда-то давай заедем заправиться я заезжаю на заправку хотел выйти заплатить деньги на меня так накричали что у себя позволяете запрещено выходить нельзя я остановился деньги отдай тебя заправит он клюзив все трогайся дальше езжай я вообще в шоке был но все же ты живешь в россии жил на украине твое мнение оба россии и об украине в данный момент что вот твои вот мнение я хочу сказать украина я общался с людьми которые прошли через фашизм через все вот это вот они все помнили все что творилось на украине и почему-то сейчас вот это все забылось я не знаю почему я живу в россию я скажу что я горжусь что я россиянин я горжусь этим и мне сказать что стыдно нет мне не стыдно мне не понимаю почему на украине вот так вот они вот их там издевались над ними и они вот так вот это все приветствует бандеров и вот я верну просто же ты вот украинцы ты вот чисто вот украинец но почему почему украинцы в данный момент вот так ведут они что информация так их на них влияет или что я скажу что когда я жил на украине там как вам сказать мне нравилось все немецкое когда я жил там мне нравилось красивый вот этот каски их никогда был молодой я был маленький все это вот в школе как-то вот россия но россия я рассказывал там флаг всегда у нас в школе висел россия ничего не было на украине там уголь нефти газ все там было все все нам говорили ну не знаю школе ты вот учился в украинской школе в основном что вам преподавали там и как это все осуществлялось на твой взгляд как преподносили украинские у учителя именно россию потому что история исковеркана до безобразия что было на твой момент когда ты учился в школе когда учился в школе в основном в основном все поэты все украинские были особенно ты помнишь хоть одного поэту украинского сосюра нас достали вот сосюра вы знаете кто такой нет он их не поэт расскажи это пипец их расскажи да не расскажу сейчас почему это же украинский поэт вот и вот не запахнулся сосюра вот это вот это пипец и все сосюра да ну конечно шевченко это это легенка да я знаю но я сейчас начну стихи рассказывать история география ой там рассказывает что украина это украина это это пуп земли да это конкретно только мы и только мы это было восьмидесятых годах нам так преподавали что вы знаете у меня была гордость за то что я жил на украине это было в море вы были да но у вас атланты были бы нет у вас родом у вас роду не настолько ну нет 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 а почему сейчас такое есть не знаю это их не дело я что хочу сказать ну блин я прошел эту историю с этими хохлами я там общался да я свободно общаюсь на украинском языке да я был русский я был плохой там еще восьмидесятых но я подчеркнул все это вот но мне до сих пор вот это вот то что вот когда я был тимуровец когда я ходил и мне рассказывали что делали немцы с ними я вот этого не понимаю почему они сейчас бандеру преподносит хотя эти вот который там футболка кто они там вот как они эти футболках да футбол вот да блин болеют за футбол как они там эти называются болельщики болельщики тут они тоже там это вот всякие такие фанаты да фанаты да все ну нет честно скажу александр вот я вот жил на украине до и после до жил на украине до был у меня один момент когда я пришел и маме говорю мама сегодня было 9 мая и к нам приходили дяденьки и у них было много медали этих рублей рублей висели она gg не да нет это 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 ветеран и отнимать объяснял все это чуть-чуть все там не рассказывал вот там немцы стояли там расстреливали все тут и вот потом я ходил общался все-таки копался потом не доходил до этого все даже в девятом году я приезжал я уже был в шоке потому что там у них было вот это вот свастика у них это было нормально уже почему девятом году не знаю почему их же убивать их же казнили каждый день почему все-таки свастика немецкая бандеровцы вот этот все припаялась на украине почему почему любовь бандере потому что внял свои коррективы не знаю восьмидесятых почему восьмидесятых я не скажу восьмидесятых мне очень это нравилось когда я был пиздюку и теперь все-таки нравилось бандерах чина вот это вот это все это не в школе даже может быть в школе что-то что-то было но я сейчас вспоминаю себя восьмидесятых мне нравилось немецкое обмундирование мне нравились газбаки менялись немецкие вот эти вот их не вот вот это все вот это вот кресты немецкие кинжала все тут мне все это нравилось по истечении время когда в россию приехали и вот это вот чум переосмысливание все это произошло все вот это вот и потом я понял это нехорошо когда мне рассказывали дедушки бабушки это все вот рассказ какие казни были все вот это вот я сегодня рассказывал как все это было все это не смотрели бабушка она последнего ребенка родила год я даже не знаю где он был я не знаю я без сил без чувств лежала с меня год его достали пошли и захоронили и все а помогал год нам немецкий унтер-офицер у нас кормил бы три года кормил вот ему будет спасибо что мы ведь живые остались и вот скажи где чуйка но все-таки муж я сторону про историю школы школьная тематика история география вот все сейчас говорится что крым там и остальные города и что вообще там говорится это же все в российские города субъект да а тогда на тот момент что в школе преподносили украина сила тогда было преподносили когда мы собираюсь переезжать мне кричали фу русский и выжить и предатель не говорили вот я всегда видел эту я как сейчас помню этот плакат россия ничего не украина газ не были все все на украине и и говорили смотрите дети украина нищие россию не а да россия нищие а украина вот она какая вот у нас все есть ну а так в целом больше ничего пояснить не можешь про историю там про города русских говорит николаев там про киев мать городов как говорится ну сейчас посидим вспомню расскажу я хотел просто в один я прям так сразу блин вы меня напрягаете смотри к чуевы ну просто историю школы наверное все таки в памяти надолго осаждается человек я не знаю почему я говорю когда мы были тимуровцами вот ходили вот все там трава кололи в воду носили а мне было интересно общаться с людьми мне было интересно вот они мне рассказывали про свой быт про свою жизнь как все это случилось как все это было как зашли немцы как все отнимали у них как все вот это вот было всем объявили вот и сидел слушал мне 6 7 8 лет я вот слушаем задавал вопросы где кого казнили где расстреливали куда водили где же где нем состояли где русские стояли и вот там ходил копал искал не было интересно уже ты мне скажи примерно в каком году началось вот именно такая знаешь ненависть к россии 89 это прямо ты прям конкретно говоря 80 80 89 прямо 89 89 что такое произошло 89 отношение другое пошло вот именно 8 8 9 9 вот все все начали обращать внимание кто по-русски разговаривает вот я хорошо был в этом году на украине на конечно то что происходило именно что случилось я хорошо помню когда я там в школе дед морозом участвовал поздравлял с новым там восемь седьмым роком там я дед морозом был 88 89 год горбачев там начал суетиться все об и все начал начал вот эту восемь с девятого года уже вот все там начало отделение русские украинские вот ну что такое произошло бомбу швы взорвалась да нет не взорвала разделение такое русские украинцы что случилось раньше же были братья народов и все такое или а что случилось именно 89 что случилось такой вообще я не знаю ну что случилось 89 что не знаю начали разговаривать по-другому пропаганда что ли какая-то пошла или что ну может быть ну точно украине жил я был подросток на чудо откуда ноги-то растут я хорошо помню когда чернобыль бахнул на украине а вот это мне запомнилось сентябрь бы собирали яблики яблоки вот такие вот вот такие помидоры были вот такие яблоки я вот вот яблоко огромное это радиационные которые да я вот кусал его он ватный был он безвкусный я не понимаю ну на огромный размеры показываешь и реально или прием его преувеличил как на рыбалке обычно провели вот вот такие вот 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 все было огромное я вообще был в шоке то мы не знали особо начали всех призывать то все комсомольцы партийный все там туда на этот когда бахнул как вот чернобыль все туда ехали у меня отец быстро бегом побежал бронь у него трое детей все его пап да как так он зачем ты чего они бегом бегом на все вот и тут вот я хорошо помню этот год когда огромный урожай было огромные яблоки огромные перцы огромные помидоры все было огромных размеров и вот я хорошо помню это яблоко я укусал ну вот как вата вот такой воздушные огромные безвкусные ни о чем ясно ну а так в целом то россиянин уже россиянин поехал бы сейчас на украине почему твоя родина там родился ямала не важны то есть на русский день все равно в какой-то степени украины твоя родина по идее ты там детстве раньше я считал что это моя родина но мне очень много обижали там просто я русский я единственный в школе говорил г я был отличник по русскому языку единственной в школе потому что всех выхали я только г-1 говорил все единственное плюс то что это русский было ну да это было единственное но так свое мнение насчет украинцев числа хочу сказать а все что знаешь все мои братья получили эти беженцы все смотались в америку в америку один мой брат сразу же пошел воевать против русских сразу же в итоге не знаю два года воюет я не знаю как он воюет возможно кладбище возможно его мать с нами не общается то есть с вами украинские родственники больше связь не поддерживать все 0 мне иногда звонит моя крестная но мы с ней сразу определились по поводу вот этого не общаться она моя крестная на меня поздравляет с днем рождения я ее поздравляю с днем рождения все других разговоров нету вот так ребят украинский комрад украинский он считает что родина его все-таки украинский а вы знаете как мне было тяжело когда мы в россии переехали когда я разговаривал только на украинском а все-таки было тяжело конечно я так раз перешел рассказ ульяновского у тебя же самый они на меня я уже не унижали а кто-то шо тогда нам это давай и они мне ждали тоже по двое по по трое они считали что я хохол но это русский так-то и каждый день дрались а потому что они считали потому что я хохол но я так-то не хохол после не мог разговаривать на русском языке да мне жена до сих пор указывает вот сюда 5 ляпнул нет такого по-русски она и до сих пор учит да был у меня момент когда я в милицию устроился пишу рапорт у меня собака взошла в арку мне начали все взошло на небеса для меня я я по-украински могу изъяснить а по-русски я не могу рассказать как это как это случилось и до сих пор для меня украинские слова сказать одно слово я могу вот вот это вот вот я вот могу а по-русски надо много рассказывать но потому что вот ну вот учился там вот начинал все вот это не воспитывали ты мне сейчас у нас на всю россию блин вот он смотрите на него русский русский мне родители мне родители сказали с тобой не надо общаться потому что русский